Команда репортера продолжает следить за ходом поисковой операции в сгоревшем здании. На Троицкой продолжает дежурить Нарина Щеглова. Попытаемся с ней связаться и узнать самую свежую информацию. Нарина, здравствуй. Сколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести? Быть может, спасателям удалось найти тех, кого не досчитались. Мы продолжаем следить за развитием событий на месте пожара. Сегодня в 2 часа дня прекратили расчистку развалов из-за установки строительного крана и начала разбора строительного мусора. На 6 этаже в здании. Количество пострадавших, количество жертв пожара остается неизменным. Это 12 человек. Напомню, сегодня около 7 часов утра обнаружили еще 2 тела. Сейчас они находятся на опознании. В то же время одесситы продолжают нести цветы и лампадки к месту трагедии. Сейчас спасатели работают во внутреннем дворике. Нам сообщили, что сейчас проходит очень важная операция. И они, к сожалению, с нами связаться не смогли. Хочу отметить, что существует большая угроза обрушения стен здания. В связи с этим принимается решение об укреплении с помощью металлических конструкций. Нам сообщили, что студенты экономического коллега уже приступили к занятиям. Они обучаются в других корпусах здания, на улице Героев Крут. Но некоторые из-за стресса, те ученики, которые прыгали с окон и пытались спастись от пожара, они из-за стресса не могут приступить к учебе. С ними сейчас работают психологи. Отмечу также, что сейчас волонтеры массово несут еду и воду к месту трагедии. И через дорогу возле колледжа располагается пункт обогрева. Там все желающие могут выпить чай и покушать. Там сейчас находятся родственники людей, которые числятся без вести. Их, напомню, 4 человека, которых еще не нашли. Сейчас они продолжают там, они верят в лучшее. Мы, пока что это вся информация, которую мы можем вам рассказать. Мы будем следить за развитием событий на месте трагедии. Студия. Спасибо, Нарина. Мы продолжаем следить за ликвидацией последствий пожара на Троицкой.